на самом деле работа с потребностями дело тонкое я могу вот вкратце повторить эту стандартную свою байку что когда я обкатывал только эту тему дам пяти точек баланса они вот очень простые они вот здесь вот написаны ну какая-то версия по крайней мере да что любая непонятная ситуация разруливается вот этими этим пяти шаговым подходом то есть первое что я наблюдаю второе ну кто я тут да причем тут я третье что я тут чувствую переживаю это как раз про эмоции четвертое а чего я хочу то есть какие мои потребности порождают эти переживания и когда я раз два три четыре сложил да то можно сформулировать запрос я об этом рассказывал в квесте твоему в чертогах чего-то там да а твое намерение в чертогах твоего ума вот и рассказывал о том что на одном из семинаров когда вот я это там как в каком-то виде изобрел я подумал сейчас мы сделаем простейшие такое упражнение то есть предложим людям взять какую конфликтную ситуацию и по полочкам разложить ну я люблю вот первый шаг нужно эту ситуацию просто описать на уровне наблюдения с этой задачей все более-менее справились когда не справились окей шаг номер два да теперь почувствовать в этой ситуации себя и описать себя вот какой там я да кто я там да и вообще при чем тут я моя ли эта ситуация то что бывает иногда что ситуация вовсе не моя то есть люди на уровне на низком уровне дифференциации часто вылезают впиливаются в ситуации которые не имеют отношения ни к ним ни к тем людям с которыми они взаимодействуют но по причине плохой самоосознанности они туда вписываются зачем-то да на какой-то волне вот такая штука вот иногда вторая точка срабатывает бомбически потому что вторая она как раз про ролевую гибкость или негибкость ситуация возникает именно из-за ролевой негибкости то есть в какой-то определенной ситуации я начинаю чувствовать себя жертвой но и понеслась можно легко заметить что есть куча людей которые в той же самой ситуации себя жертвой не чувствуют и соответственно ситуации никакой нет ну с этим заданием тоже люди более-менее справляются обычно шаг номер три это как раз тот шаг ради которого был придуман коврик да это определить какие там эмоции у меня возникают можно выйти на коврик походить найти вот и коврик он кстати говоря приколен тем что каждый из векторов вот 10 там векторов есть на коврике основных базовых эмоций он заканчивается описанием того ради чего это эмоции возникают то есть по сути она описывает вот эту базовую телесную потребность она в изначально изначально она телесная да конечно у человека все несколько сложнее да но тем не менее базовая потребность она именно вот такая возникает до автоматическая вот конечно список человеческих потребностей он чуть чуть посложнее да тут у меня не заряжен не заряжена картинка с потребностями так у меня есть картинка с племенем у меня есть картинка какая еще с эмоциональным стендом но короче нету и вот ну и общем короче когда вот раз два три мы сделали когда мы дошли до четвертого шага и люди говорят ну а теперь определить потребность вот и вдруг у меня вся группа зависла и кто-то говорит слушал как определяется потребность как вообще переход происходит и мы в итоге составили с ними но в принципе в итоге мы составили что-то типа такой пирамиды масло да только пирамида масло она не очень подробная мы составили 16 категорий потребностей и под каждую категорию набрали там до 10 синонимов у нас есть там отдельный стенд где подробно все это прописано это шкала ну и вот на блокноте есть одна из страничек где там дан перечень потребностей и обычно когда ты начинаешь работать с таким человеком не очень сведущим пока еще не очень опытном этой области то поначалу приходится вот этой табличкой до этим списком потребностей очень активно пользоваться потому что она оказывается вообще нифига не очевидны и вот а вообще говоря да вот как я на лекции рассказывал как на каком-то уровне это как бы очевидно даже почему возникает эмоция в какой-то ситуации да про негативное потому что то что есть не совпадает с тем что хотелось бы чтобы было то есть с потребностью и поэтому возникает эмоции то есть эмоции возникает из-за потребности если у тебя в этой ситуации никакой нет потребности то и эмоции тоже особо никакой не будет по большому счету вот и эмоции такой индикатор наличия потребностей и поэтому кстати говоря вот эта странная идея да что типа якобы проработанный человек никогда не испытывает эмоций, или испытывает эмоции только блаженство и всякое такое, это, конечно, неправда. Это все равно, что сказать, что у проработанного человека нет никаких потребностей. У него есть потребности по всей шкале, от физиологических до самоактуализации, и, конечно, периодически они у него возникают. Другое дело, что, возможно, он, в отличие от людей непроработанных, он не склонен по этому поводу впадать в какие-то негативистские состояния, а скорее предпринимает какие-то конструктивные действия для того, чтобы сделать шаг номер пять, то есть, что я запрашиваю, что нужно сделать для решения этой конкретной ситуации. Вот такая история. Ну и, собственно говоря, приходите, вот я вам только что рассказывал про общение и эмпатию, вот как раз тот блок ретрита, который называется «Эмпатия», он посвящен подробнейшей проработке и исследованию пяти точек баланса, и там мы, в частности, с этим тоже разбираемся, потому что, да, это один из самых трудных вопросов, что ты хочешь в этой ситуации, потому что, как бы, теоретически понятно, что что-то хочешь, да, потому что не хотел бы, не было бы и ситуации, а вот что хочу, да, многие люди впадают в замешательства, это не какая-то такая штука, что, типа, ты говоришь, ну, типа, вот возьмем там сейчас раз-два сделаем и так далее, иногда приходится достаточно долго задавать какие-то направляющие вопросы, уточнять обстоятельства, вот, но если конкретно вернуться вот в эту схемку, да, я обычно говорю, что если у человека потребно, ну, если у человека проблема с каким-то из шагов, например, с четвертым, типа, он там потребность не может сформулировать, то это означает, что на самом деле у него проблема с предыдущим шагом, поэтому я вот этой девушке, которая спросила, как научиться определять потребность, я ей написал развивать эмоциональный интеллект, вам только кажется, что вы не можете определить именно потребность, на самом деле вы просто с эмоциями не дружите, потому что если вы эмоцию реально начинаете ощущать, то потребность, которая под ней находится, она очевидной становится, ну, и тем более, что уж тут на коврике, там, они прописаны по периметру эти потребности, вот, другое дело, что у вас они могут по-другому называться, по-другому выражаться, по-другому воплощаться, и это тоже, как бы, да, не что-то такое, что, типа, взял список и по списку нашел свою потребность, список там просто как опора дается для того, чтобы эту практику делать самостоятельно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!